Иван Павленко «От рода к роду» глава 3, часть 7.1 «Получить высшее образование» читает Наталья Вызова. Несколько дней пошли на тяжелые размышления. Каста протократов, оторванных от народа, охраняла свою привилегированную среду от сомнительных, на ее взгляд, чужаков. Только свои идеологически чистые и преданные сталинизму кадры допускались в эту среду. Но даже за недолгое время своего пребывания на комсомольской партийной работе я успел наглядеться, что нередко представляли собой чистые и преданные карьеристы. В райкомовских залах и кабинетах они грызлись к пауке в банке, собирали компромат друг на друга и таким образом продирались под служебной лестницей вверх. С высоких трибун призывали рабочую и крестьянскую массу бороться за идеалы коммунизма. А сами вели аморальный образ жизни, пьянствовали за чужой счет, обворовывали колхозы, выписывали за бесценок, зерно, овощи, фрукты, а чаще всего принимая их даром. За доносами друг на друга или со стороны иногда рассматривались персональные дела. Наказания, как правило, были не очень строги. Предупреждения, выговоры, строгие выговоры. Но если речь шла о чужаке или обвиняемый не только сам провинился, но и своим поступком засветил всю номенклатуру изнутри, то таких выгоняли из райкома и исключали из партии. Дела мои библиотечные шли очень хорошо. Я тщательно спланировал работу, проводил библиографические обзоры литературы, читательские конференции, громкие чтения интересных произведений, открыл обменный пункт на ферме, отдельным читателям носил книги на дом. Приехал однажды корреспондент областной газеты Плющ Иван и написал обширную статью, которую потом обсуждали на районном совещании в Куртодель. По просьбе бывших любителей сцены я снова стал режиссером драматического коллектива при Деревенском клубе. Для первой премьеры взял пьесу Кропивницкого «Дай сердцу волю, заведет в неволю», расписал роли и потребовал выучить их наизусть, иначе на сцену не выпущу. Два месяца ушло на репетиции. Большую роль уделил реквизитную гриму. По всему селу собирали мои кружковцы давнюю украинскую одежду, вышитые рубашки, корсетки, юбки и плахты, чумарки, широкие брюки, хромовые сапоги и простые лапти. Всех ребят по их согласию постриг машинкой под макитерку, а на другой день отправлял под бокс. Привез я из районного Дома культуры отличный задник для сцены, вечерняя украинская деревня, а также несколько красных шароваров и париков. По бокам поставили две лесы с калитками, а также положили бревно для вечерниц. Всю пьесу пересыпали песнями, плясками под гармошку и бубен. В тот премьерный вечер клуб был переполнен. Негде было не только сесть, но и стоять. Пришлось всех малышей выпроводить за дверь и поставить возле ней дежурку. Спектакль прошел с большим успехом. Когда открылся занавес, по залу прокатилась волна изумления. Со сцены в лунном сиянии виднелось типичное украинское село с белыми хатками, улицами и садами, а вдали на холмах виднелись ветреные мельницы. Основные роли сыграли Тесленко Кирилл Антонович, Тиценко Григорий Мусеевич, Кумпан Григорий Гаврилович, Загута Григорий Илькович, Нужный Григорий Исавович, Шостак Захарко Алексеевич, Зинченко Григорий Михайлович, Олибко Галина, Яцеленко Галина Алексеевна, Падалко Елена Ивановна, Бабич Галина Леонтьевна, Солонуха, Ульяна Павловна, Матвиенко Екатерина Ивановна. После окончания спектакля весь зал долго аплодировал, а затем подошел к сцене бригадир тракторной бригады Ольшанский Иван Григорьевич и от имени всех зрителей выразил искреннюю благодарность нашим любителям за хорошо сыгранные роли. «Такого мы еще не видели», — сказал он. «Не надо и в театр ехать, вы играли как настоящий артист». На другой день мы сфотографировались. К сожалению, собрались не все. Некоторые пошли на работу. Эта фотография хранится у меня по сей день. На фото Иван Павленко в центре, в белой рубашке, в пиджаке и его команда, его коллектив. Сыграли мы также очень удачно пьесу Степана Васильченко «На первую горь». Моя репутация как культработника окрепла. Мне часто приходилось выступать на районных семинарах и обмениваться опытом работы. На одной из районных читательских конференций по поэме Пушкина Полтава я выступал с анализом полтавской битвы Петра I со шведами. Я цитировал наизусть целые страницы этого произведения, чем вызвал в конце аплодисменты. Присутствовавший на конференции заведующий отделом агитации и пропаганды подошел ко мне и пожал руку. Что это было? Сострадание или похвала? Я так и не понял. Но консервировать себя в должности заведующего сельской библиотекой я не собирался. И все чаще задумывался над своим образованием. Налобно было как-то окончить 10 класс и поступить в институт на заочное обучение. И я засел за учебники. За один год буквально перегрыз все учебные предметы за 8 и 9 классы. Летом 1954 года вернулся Падалка Самила Сергеевич к брату Ивану. Приходил он и к нам навестись в Шуру, жившую у него с 1939 по 1944 год. Мы приглашали его жить с нами, а он решил присоединиться к моей матери в Примаки. Когда он жил у матери, я узнала от него о прошлом нашего села, где и чья была земля, откуда пошли названия уголков, луговых массивов, полевых угодий, оврагов, пастбищ. Любил он эту тему, гордился своей казацкой родословной. Называл по уличному те роды, которые основали деревья. Это были хозяева. Сколько рыб ловили, что там было правдой, а что легендой сказать сложно. Но слушать его рассказ было приятно. Сам он при этом светился радостью. Глаза загорались, искрились. А иногда выдавливали и слезу. Напоследок скажу, что это был человек необычный, одаренный от природы, с сильным и неуемным характером. Ему бы дать грамоту и широкое поле деятельности. А он рос, как дуб в глуши. Животворящая энергия так и выпирала из него. Таких судьба либо поднимает к небесам, либо бросает по землю. Детей у него не было, хотя у него были две законные жены. Первую Ваську Ревину покинул и оставил ей вместе построенный красивый дом. Вторая жена, Мария Грабарева-Довиденко, скончалась в 1942 году. Воспоминания о Самиле Сергеевиче живут, и без них история Яшникова была бы неполной. В 1939 году он возглавил колхоз в родном селе. Дела сразу же пошли к лучшим. Он увлекал людей личным примером. Где люди, там и он. Становился барабанщиком в молотилке, брал в руки косу и косил траву в лугу вместе со всеми. Валял деревья для колхозного строительства, ладил он хорошо с районным начальством, снабжал ему свежую рыбу, мед, яблоки. И таким образом вырывал согласие на выдачу людям одного килограмма хлеба на трудодень, а до него более полукилограмма не давали. Когда началась война, ему было уже 60 лет. Остался дома на оккупированной немцами территории и продолжал руководить колхозом, теперь называвшимся общинным двором. За ним ничего компрометирующего не было. Все же, когда вернулись свои, то дали ему 10 лет за сотрудничество с немцами, которые он полностью отсидел где-то в Казахстане. Вернулся он в деревню с седым, крепким дедушкой. В нем видели мужчину, который невинно пострадал от верно служившей власти. Умер на 86-м году в Лохвице, где доживал в Примаках. Продолжение следует...